В эфире «Ваше право». Программа для тех, кто, несмотря ни на что, готов отстаивать свои права. В студии Инна Румянцева. Здравствуйте. В жизни нередко возникают ситуации, когда для решения той или иной проблемы человеку необходимо обратиться в орган местного самоуправления или государственной власти. Эта процедура строго регулируется законом, а потому, отправляясь к власти имущим, неплохо бы знать прописанный регламент и все соответствующие ситуации права и обязанности сторон. Именно об этом пойдет речь в нашей программе. И наш консультант сегодня – заместитель прокурора промышленного района города Самары Ольга Иерусалимова. Добрый вечер, Ольга Валерьевна. Добрый вечер. Прежде всего, поясните нам, какие нормативно-правовые акты регулируют порядок рассмотрения обращений граждан органами государственной власти или органами местного самоуправления, в том числе прокуратурой, конечно. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в указанной сфере, является федеральный закон, он так и называется, о порядке рассмотрения обращений и приемов граждан в Российской Федерации. Если говорить об органах прокуратуры, то в своей деятельности мы руководствуемся не только данным федеральным законом, но и инструкцией, утвержденной приказом генерального прокурора, которые также четко прописаны все моменты при рассмотрении обращений. А скажите, на какие должностные лица распространяется действие этого закона? Действие данного закона распространяется прежде всего на органы государственной власти и местного самоуправления, а также на их должностных лиц и на должностных лиц и организации, которые осуществляют публично значимые функции. То есть здесь следует понимать, что не каждое юридическое лицо, не каждая организация подпадает под действие данного федерального закона. В том случае, если она осуществляет публично значимые функции, в своей деятельности она руководствуется данным законом. То есть если говорить на примере, то коммерческая организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом, она осуществляет публично значимые функции. То есть она подпадает под этот закон? Когда должностные лица данных организаций привлекаются за нарушение требований данного федерального закона. А кто вправе обращаться в вышеобозначенные органы? Только граждане Российской Федерации? Нет, любой человек, гражданин, будь он гражданином Российской Федерации, либо гражданином иностранного государства, который здесь проживает, пребывает, приехал в гости, это юридические лица, индивидуальные предприниматели. То есть любой гражданин, любая коммерческая организация вправе обратиться в органы государственной власти и местного самоуправления с заявлением или обращением. Данные заявления могут быть коллективными, индивидуальными. А с какого возраста? Возраст также не ограничен. Несовершеннолетний молодой человек может обратиться? Ну, если у него есть паспорт, конечно, он может обратиться, написать заявление. То есть если есть паспорт, уже есть такое право обращения? Конечно. Наверное, не лишним будет сегодня напомнить, что рассмотрение обращений граждан в вышеобозначенных органах осуществляется бесплатно, конечно же. Конечно. В зависимости от проблемы необходимо выбрать нужную инстанцию для обращения. Как это сделать? Ну, для нас не секрет, что у нас существует множество органов государственной власти, которые работают в той или иной сфере. К примеру, если нарушены трудовые права граждан, то он вправе обратиться в Государственную инспекцию труда по Самарской области. Если, к примеру, человеку что-то не нравится при управлении многоквартирным домом управляющей компанией, нарушены его жилищные права, то в данном случае необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области. Если, к примеру, нарушены законы о персональных данных, гражданина распространили незаконно какие-то сведения о нем, есть такой орган Роскомнадзор, который занимается непосредственно данными вопросами. Ну и, конечно же, можно обратиться в прокуратуру по месту жительства, по месту совершения правонарушения. Это всегда? Конечно, конечно. А что, если человек ошибся и направил свою жалобу не туда, куда бы следовало? Вообще такое обращение останется без рассмотрения? Нет, все обращения регистрируются в установленном порядке, рассматриваются в установленном порядке. И федеральный закон, о котором мы говорили выше, он также регулирует данный вопрос. Если обращение содержит вопросы, которые не могут быть разрешены данным органов, в который обратился непосредственно гражданин, то в течение 7 дней с момента регистрации указанное обращение должно быть направлено в тот или иной орган, в подъемности которого находится вопрос, затронутый в заявлении и обращении. Понятно. А в какой форме можно обращаться и какие особенности существуют в зависимости от этой формы обращения? Обращаться можно письменно, то есть по почте направить свое обращение, можно в форме электронного документа обратиться, потому что в настоящее время во многих органах государственной власти, в том числе и в прокуратуре, действует сайт, на который гражданин может зайти и оставить свое обращение в электронной форме, то есть на электронную почту. Кроме того, человек может, если говорить об органах прокуратуры, может обратиться на личный прием. Во всех прокуратурах районного звена организован личный прием граждан, он осуществляется в рабочее время, кооперативный сотрудник тот или иной принимает гражданина. Единственный момент при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Паспорт желательно. Ну, в идеале это паспорт. А позвонить можно? Позвонить можно. В принципе, может быть зарегистрировано устное обращение по телефону, но здесь нужно понимать, что идентификация гражданина никак не происходит. Ну, по телефону. Существуют телефоны горячей линии в некоторых органах государственной власти, которые специально созданы для того, чтобы человек мог туда позвонить и оставить свое обращение. Но все-таки такой звонок тоже должен быть зарегистрирован. Конечно. Обращение должно быть зарегистрировано. В какой бы форме это ни происходило обращение, в какие сроки это должно произойти? Если мы говорим о писанном электронном обращении, поступившем на электронную почту, либо по обычной почте, то оно должно быть зарегистрировано в течение трех дней с момента поступления в органы государственной власти либо местного самоуправления. Если, допустим, человек обратился на личный прием в органы прокуратуры, то заявление регистрируется в соответствии с инструкцией в этот же день. А вот каковы требования к обращению? Что в нем должно быть обязательно отражено? При обращении гражданин либо организации необходимо должны указать орган, непосредственно в который они обращаются, изложить суть обращения, то есть какие права нарушены, чтобы было понятно. Кроме того, обязательно необходимо указать свою фамилию, имя, отчество и обратный адрес, для того, чтобы орган, рассмотревший обращение, смог направить по нему ответ. А есть ли такие ситуации, в которых обращение ни в коем случае не будет рассмотрено и ответ по нему не будет дан? Действительно, федеральным законом определены некоторые категории обращений. Прежде всего, это обращения, которые содержат нецензурную лексику, нецензурные выражения, будь то в адрес каких-то определенных лиц, либо органов, либо просто. Такие обращения остаются без рассмотрения в соответствии с федеральным законом. Кроме того, если обращение не поддается прочтению, то есть физически должностные лица не могут прочитать, о чем оно, оно лишено какого-либо смысла, то в данном случае заявитель в течение 7 дней об этом направляется письменное уведомление и говорится о том, что мы не можем рассмотреть ваше обращение по таким-то причинам. Просим либо восполнить, либо написать новое. А куда дается ответ? По тому адресу, откуда поступило это обращение? Или по тому адресу, который может быть указан для получения ответа? Если заявителям конкретно не указано, я хочу получить ответ по почте, либо я хочу получить ответ электронной почты, то, соответственно, ответ направляется по тому адресу, с которого поступило обращение. Но бывают такие ситуации, когда заявитель, обратившийся в электронную почту, просит, например, направить на почтовый адрес. Тогда органы государственной власти, либо местное самоуправление, обязаны направить на тот адрес, на который просит заявитель. Как должны рассматриваться обращения? Обращение должно быть рассмотрено объективно и всесторонне. Это общепринятые требования. Если человек спрашивает, конкретно обозначивает суть проблемы, то и в ответе должна быть разрешена эта проблема. Нельзя такого допускать, что у вас спрашивают одно, вы заявителю отвечаете другое. То есть обязательно всесторонне и объективно должно быть рассмотрено. Если обращение содержит несколько доводов в различных областях, то же самое. То есть если говорить на примере прокуратуры, то мы можем в своей части рассмотреть, например, обращение на нарушение требований того же федерального закона о порядке рассмотрения, потому что это наша компетенция. А, допустим, в какой-то другой части направить в иной государственный орган. Ольга Валерьевна, существует ли гарантия безопасности гражданина в связи с его обращением в государственный орган власти или орган муниципальный? Ведь его обращение может содержать какую-то личную информацию, возможно, критику в адрес того или иного органа. Да, совершенно верно. Такие обращения есть, и они имеют место быть. Прежде всего, следует знать, что у нас на территории Российской Федерации действует закон о персональных данных, в котором четко прописано, что ни граждане, ни какие-то должностные лица, ни организации не вправе разглашать какие-либо персональные данные без согласия. То есть говорить о том, что ваше обращение будет опубликовано в прессе и там его будут обсуждать, конечно же, это неприменимо, такого не будет. Это, естественно, нарушение прав гражданина. Все-таки иногда страх какой-то утечки информации побуждает человека написать анонимное обращение. Такие обращения будут рассмотрены? Если говорить об органах прокуратуры, да, анонимные обращения рассматриваются. Они рассматриваются в общем порядке, как и те обращения, в которых указаны фамилии, имя, отчество заявителя. Единственное различие, ответа не дается, так как обращение анонимное, соответственно, оно не содержит фамилии, имя, отчество заявителя, оно не содержит адреса. Но органы прокуратуры по каждому анонимному обращению проводятся полноценные проверки. Но в других органах такого рассмотрения уже не будет осуществлено. Там непременно нужна дата подпись, так сказать. Совершенно верно. А часто ли вскрываются нарушения прав граждан при рассмотрении их обращений в органы государственной власти? Ну, вообще, нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан относится к компетенции прокуратуры. И если нарушены права гражданина тем или иным органам государственной власти или местного самоуправления, он должен и вправе обратиться в органы прокуратуры по месту нахождения того или иного государственного органа. Такие нарушения, конечно же, вскрываются. И связаны они в основном со сроком рассмотрения обращений. Затягивания. Затягивания, да. Потому что федеральным законом четко прописан срок рассмотрения обращений. Это 30 календарных дней. В этот срок должно быть направлено электронной почтой или обычной почтой ответ на обращение. И, как правило, это нарушение данного срока. Можно ли обжаловать решение государственного или муниципального органа по результатам рассмотрения обращений, если вдруг человек не согласен с таким вот решением? Да, конечно. И не полностью удовлетворен, скажем? Конечно, можно обжаловать это к вышестоящему должностному лицу. Либо никто не лишает граждан прав обращения в суд в каждом случае, если он не согласен с тем или иным решением. Ольга Валерьевна, а с чем обращаются граждане в органы прокуратуры? Чаще всего, по крайней мере. Ну, вот на примере вашего района. Ну, заявления, поступающие в органы прокуратуры, абсолютно различны. Нельзя сказать, что больше тех или иных. Это и нарушение жилищных прав, трудовых прав, нарушение прав несовершеннолетних. Большую массу обращений в органы прокуратуры составляют обращения на несогласие с действиями органов следствия либо дознания органов полиции, когда они принимают какое-то процессуальное решение, и гражданин с ним не согласен. В данном случае это компетенция прокуратуры проверить законность принятого решения и дать заявителю объективный ответ. Сохраняется ли вот в настоящий момент такая тенденция писать сразу в прокуратуру, не заморачиваясь о том, какой орган компетентен решать эту проблему или нет, вот сразу в прокуратуру и все? Ну, такая тенденция и есть, и этим и обусловлено большое количество именно перенаправленных обращений. Потому что, если в данном обращении содержится, допустим, только данные о том, что нарушены, к примеру, трудовые права гражданина, и не обжалуются тем или иным образом действия той же Государственной инспекции труда, то, конечно же, такое обращение, оно в соответствии с инструкцией, утвержденным приказом генерального прокурора, направляется в течение 7 суток в определенный орган государственной власти. Во всех ли ситуациях обращений граждан в прокуратуру удается гражданину помочь? По каждому обращению проводится полноценная проверка, и если установлено, что права гражданина нарушены, конечно же, принимается исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, и вносится представление, и возбуждаются дела об административных правонарушениях. То есть, если имеет место факт нарушения прав граждан, мы делаем все для того, чтобы, конечно же, их установить. К чему бы вы хотели призвать что-то посоветовать гражданам, которые намерены обращаться в органы государственной власти или муниципальной? Ну, совет один, как бы не бояться писать о своих проблемах, как говорится, если проблемы есть, о ней нужно говорить, нужно пользоваться своим правом, в том числе данным федеральным законом нашим гражданам. Ну, и хочется, чтобы данные обращения были более понятны для прочтения. Как я уже говорила, что если обращение лишено смысла, его невозможно рассмотреть, ну, как бы нужно понимать, что для этого инструкция и федеральный закон прописывает данные правила. То есть более грамотно, спокойно, без эмоций отнестись вот к этому процессу, и тогда больше гарантии, что все будет решено. Да, совершенно так. Так, как ожидает этого заявитель, по крайней мере. Наше эфирное время подошло к концу. Ольга Валерьевна, я благодарю вас за разъяснение. Напомню, что сегодня нашим консультантом была заместитель прокурора промышленного района города Самары Ольга Иерусалимова. Очередной выпуск программы «Ваше право» смотрите в следующую среду в 18.00. Все записи вы найдете на нашем сайте trktera.ru в любое удобное для вас время. И на сегодня у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова